Тема лекции «Технологические основы производства нефтяных масел». Раздел «Установка гидрочистки масел». Гидрочистка масел. Гидрочистка – процесс химического превращения веществ под воздействием водорода при высоком давлении и температуре. Гидрочистка нефтяных фракций направлена на снижение содержания сернистых соединений в товарных нефтепродуктах. Побочно происходит насыщение непредельных углеводородов, снижение содержания смол, кислорода, содержащих соединений, а также гидрокрекинг молекул углеводородов. Гидрочистка – наиболее распространенный процесс нефтепереработки. Гидрочистке подвергаются следующие фракции нефти. Бензиновые фракции. Прямогонные и каталитического крекинга. Керосиновые фракции. Дизельное топливо. Вакуумный газоль и фракции масел. Назначение – краткая характеристика процесса. Установка гидрочистки масел и парафина предназначена для чистки дистиллятных и остаточных маслиных фракций и парафина с целью улучшения их цвета, стабильности, а также удаления запаха парафина и канцерогенных веществ. Очищенные компоненты масел, полученные на установке, применяются для выработки индустриальных масел, моторных масел, масел трансмиссионного и турбинного. Здесь показан рисунок технологической схемы установки гидрочистки масел. Первым обозначается печь, второй – реакторы, 3,7,15 колонны ректификационные, 4,13 – холодильники, 5,6,18,19 насосы, 8-й – барометрический конденсатор, 9-й – эжектор, 10-й – барометрический колодец, 11-й, 17-й – теплообменники, 12-й, 14-й, 21-й – сепараторы, 16-й – фильтр и 20-й – компрессор. Потоки. Первый – сырье, второе – водородосодержащий газ реформинга, третий – гидрочищенное масло, четвертый – углеводородный газ, пятый – отгун, шестой – сероводород, седьмой – водяной пар, восьмой – моноэтаноламин, девятый – потоп вода и десятый – неконденсированные газы. Технологическая схема блока гидрочистки масел для одного потока Описание схемы Схема реакторного блока установки за исключением двухступенчатой сепарации смеси продукта с циркуляционным газом не отличается от схемы реактора блока гидрочистки дизельного топлива. Стабилизация гидрогенизатора состоит из следующих операций. Гидрогенизатор из сепараторов 12 и 14 с самотеком поступает в отпорную колонну 3, где легкие фракции основная часть сероводорода отгоняются с водяным паром. Легкие фракции и газа сверху колонны 3 конденсируются в конденсаторе-холодильнике 4 и разделяются с сепараторе 21, откуда газ подается в печи установки в качестве топлива. Легкий продукт насосом 5 отводится с установки. Часть его используется для острого орошения колонны 13. Снизу колонны 3 масло, содержащее влагу, поступает в колонну вакуумной сушки 7, где вакуум поддерживается при помощи двухступенчатого паруструйного эжектора 9. Гидрочищенное масло снизу колонны 7 насосом 19 прогоняется через теплообменник 17 и рамный фильтр 16. В рамном фильтре отделяется катализаторная пыль. Чистое масло направляется с установки в товарный парк завода. Субтитры создавал DimaTorzok